Ребята, привет! С вами Алина Лайден, и я решила начать этот влог снимать в туалете, чтобы показать вам свой лук сегодняшний и босоножки еще такие. Мы сегодня с моей подругой Дашей договорились встретиться в этом потрясающем книжном магазине. Это как парковый центр и одновременно суперский книжный. Чтобы фотографироваться для Инстаграма, мы уже где-то еще в кафешку здесь забредем. Поэтому Даша еще пока что не приехала, поэтому я вам просто покажу, что здесь происходит. Это самый знаменитый книжный магазин у нас в Гаосюне. Торговый центр называется Joy Plaza. Здесь есть второй этаж книжного и первый, где тоже можно посидеть, поделать что-то, пофотографироваться. Этот уже фотографировался, но примерно, не знаю, полгода назад. Поэтому я сегодня в новом образе и постараюсь на каких-то новых локациях здесь сфотографироваться. Я вот там где-то стояла, и меня муж вот так фотку красивенько. А сейчас я хочу вот эту локацию тоже использовать. Ну и тогда поднимемся с вами, посмотрим, что за книги продают. Придет моя Даша, и мы везде здесь запечатлимся. Но пока книжный. Давайте зайдем, посмотрим. Продолжение следует... Тут продают замороженный сок. Есть Custard Apple, называется Голова Буды. Фрукт. Также Dragon Fruit. Красный на Тайване, он обычно такого цвета. Манго, зеленый манго. Да, Саша приехала. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. А я взяла странный замороженный сок. Фрукт называется Custard Apple. Такой сливочный тайваньский фрукт. И внутри прям там кусочки такие замороженные. Очень вкусно. Хорошо, Сити? Ты ничего не взяла. Он обалее. Грая таблетку от Гуру. Вот так. Его сложно даже кусать, потому что... Там что, семечки, что ли? Они с семечками. Да, они с семечками. Ну чё. Мякоть, прям мякоть. Необычно. Здесь в мороженом очень много косточек, прям как в арбузе. Я их вот сюда в пакет складываю. Думаю, сейчас просто прорастить можно, сюда закидывать цветы. В следующий раз придем и вырастет. О! Раступила себе на юбку. Снимаешь? Ага. Мы здесь фотографировались на фоне книжных полок, лестницы. Но тут происходит что-то непонятное. Очень много маленьких полицейских. Сейчас будет что-то очень интересное. Малыши будут рубить друг друга вот этими молоточками. Им раздали форму полицейских. Очень мило. Тут такая локация. Интересный ресторан. Животные. И там также продают игрушки. Внутри. Классно, тематически. Джунгли. Очень прикольные. Даже лампы у них. Клетки с птичками. И музыка как из джунглей. Вау. Для деток, наверное, вообще интересно. Какое? Там динозавр. Я переоделась в другой лук. Такое платье. Шикарное. Даша в такой классной кофточке с сайта Shein. Это не реклама. Мне так понравилось. Она будет пить чай, который я рекламирую. Постоянно в сториз. Он реально с соком лимона. Очень вкусный. И рис с яйцом. Вот. И сейчас я буду знать, что я буду кушать. Здесь 7-Eleven. Голубинки тоже какой-то тематический. 7-Eleven продают традиционные тайваньские пироженки. Но лучше покупать их все равно в пекарне с ананасом. Это символ Тайваня. Здесь еще также с личи и с манго есть. Ну и разные печеньки всегда в таких красивых упаковках. Тайваньцы это любят. Какие-то орешки появились новые с сыром. Сейчас посмотрю, какие напиточки есть. С BTS, кстати. Рэп-монстр. Ребенок кричит «Пудинг! Пудинг!». Такие, кстати, пудинги японские, тайваньцы тоже любят. Ну что, давайте орать на весь магазин. Сейчас я посмотрю, что буду пить сегодня. Взять хочу такой рис с курочкой и с сыром. И тут одна брокколи. Сейчас мне разогреет. Будет вкусно. Человечек заснул. И он все сначала протер антицентчиком. У нас на такой пакетик. Знаете, вот как пакетик подарил вакуумный. Открыл. У него такая бутылочка подписанная. Он все попшик и протер. Класс. Ну это хорошо. Я взяла себе молоко с кофе. Очень вкусное. И... Вот такая вкуснота. Идет пар. Не знаю, вам видно или нет. Смотрите, какие милые стульчики. Детские. Но взрослые тоже можно взрослого посадить. Такой магазин странных товаров. Мне нравятся слоники. Кстати, у сестры мужа дома. Тоже такого плана. Может, она здесь покупала. Вот такие вообще кайфовые. Почему-то этот без глаз. С глазами. А у меня ассоциации по запаху. Как в Крыму, знаешь, там из можжевельника делают. Это все деревянное. У меня вот такая, только у меня зубья, наверное, в разах три шире. А ты кудряшки только такой-такой не можешь типа расчесывать. Могу, но я распушусь просто. Прямо вот будет. Ну ты знаешь, вот вместо такого будет вот такое. Но надо... А подержи, пожалуйста, мой кофе. Смотрите. Здесь разные браслетики. Это, наверное, для деток. На удачу типа или защита от темных сил. Кто их знает. Тоже непонятно по названию просто. Это типа Jade. Да. Как он по-русски называется. Кто бы знал. Последние секунды прохладного воздуха. О, как неприятно. Ты пишешь, как я в сауне. Ой, да. А прям едешь, этот горячий воздух. По рукам. По лицу. Противно. Я бы там вначале парковалась. Ты тоже вначале где-то? Слушай, а когда я парковалась, оно уже еще наполовину было пустое. Я бы парковалась в задней поле. Ну давай, я пойду искать свой скутер. Все, я готова. Едем на другую локейшн. За красивыми фоточками. Хорошо. Ваши. Хорошо. Продолжение следует... 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 О, да, я тоже не очень. Потолки расписные, потолки здесь прикольные, красивые. Это что там? Я думала, это змея. Она не живая, господи, я думала, а может, ее кремировали просто, может, она была живая, нет? Нет, ну, кремировали, это же она в правду кремировала. Смотри, давайте сфоткаю с этой игухой. Я на нее похожа. Вообще, нет, это просто смешно, когда так встала, что-то рассказываешь с серьезным видом. Итак, дети, если мы кремируем. Она, знаешь, она по стилю, как из внесенных призраками. Такое. А здесь, знаешь, их же кидают на предсказания, какие такие большие поднимаешь. Вон там такой же ящик, там тоже такая же. А ты кидала когда-нибудь? Такие штуки нет. Ну, ты видела, как кидают? Да, да, да. Да. Здесь можно выковать такие штучки. Поверните руль. Не надо. Не надо. Слушай, а здесь можно подниматься на второй этаж или только специальные люди туда ходят? Смотрите, все резное, такое красивое. Детали, внимание к деталям. Вот они все молятся и мы пошли. На дочь подняться-то можно? Ну, посмотрим. Вряд ли нас прогонит из храма. Что мы не видели, но... Да, кстати, в храмах мне ни разу не запрещали снимать. Сейчас надышимся благовоний. Будем благовонять. Да, ну оно такое тут. Все, мы вышли. Здесь что-то продают ясное. Вонючим тофу пахнет. Я видела людей с апельсиновым соком. Я не знаю, где его выжимают. Здесь просто напитки, здесь ничего не выжимают. Нет, он... Я не думаю, что он настоящий, свежевыжатый. Где же они его взяли? Пошли там, посмотрим еще. Короче, сок мы не нашли, но нашли такую собаку милую в корзине. А еще пока Даша меня фотографировала, мужик проезжал на велосипеде и два попугая сидели. Один с одной стороны, а другой с другой стороны на рукоятке. Один был серый, а другой цветной. Очень прикольно. Я говорю, что я не матерюсь по-китайски. Я считаю, что на иностранном языке материться надо только в каких-то экстренных ситуациях. Но я на русском, я сейчас особо не матерюсь. Да и русский мат, ну, какой-то более интересный. Ну да, но китайский мат, мне кажется, тоже нет ничего такого жесткого, как в русском мате. Или есть настолько жесткий? Нет, мне кажется, особо нет. Точно так же, как в английском, я бы сказала, что звучит очень жестко. Да, все равно мягко. Потому что русский нам... ну, прям, правда, русский тебя если покроют, тоже там... Да, обидно. Очень обидно. Смотри, в таких штуках деньги зажигают. Тут можно просто человека сжечь. Дорога очень узкая к университету. Смотрите, они огромные. Тут реально просто несколько человек можно одновременно сюда засунуть. У нас очень узкая дорога к университету. И она вот, наверное, вот такая, даже уже, чем вот этот остров. И там несколько бочек вот таких вот прям по дороге. Сказать, тебе надо прижаться, чтобы пропустить машину. Немножко стремно, что ты сейчас поджаришь все тут где-то в этой бочке. И там еще одновременно сжигают деньги, и ты едешь. Я люблю, так по дороге едешь, и тебе гай в лицо и пепел на тебя. Слушай, ну, вот в таком расстоянии от нее проезжаешь, ты прям чувствуешь жар. И ты такой, думаешь, ну, как я не могу. Смотри, какой-то магазин по 10 долларов. С меня просто стекает вода, я уже ничего не поправляю, потому что, когда идешь с рюкзаком, все равно потеешь. Я, конечно, с таким рюкзаком, я, конечно, с тобой сижу. Да. Тут фруктики, зеленый манго и дрэгонфрут. Еще один храм. Через 50 метров. А мы приезжали на скутере, я видела какой-то красивый зеленый. Зеленая крыша там была в отличие от... Это, наверное, буддийский, да, в отличие. И там прям Будда на нем. Вот эти, да, ситские храмы, они красные, оранжевые. А тут прям, я так, ничего себе буддийский. У нас же в Гаусёне монастырь буддийский. Ну, когда это была, да. А я когда ездила с тем флагом, он был закрытым. Мы просто походили там, то ли мы понедельник приехали. Да, там просто красиво, монахи, прикольно, там прочитать все это можно. Но внутри я так и не попала. Так нельзя на мост скутера мне? Или только медленно нужно ехать? Нельзя на мост скутер? Там даже знак скутера... Да, я уже сразу увидела. Мы бы увидели, что никто не ехал. Убить меня хватит! Походу, хайвей был. А ты говори, сейчас на мост поедем, а я такая, смотри, куда мы поедем. Это будет наш последний мост. Мы сейчас совсем что-то тупые заезжать домой, куда никого кроме нас не поехал, и все посты и мы такие, а, ребят, а у нас все дичьи есть. За дебилом перечеркнутый скутер нарисован. Я сначала прочитала, а потом увидела картинку. Не, я вообще ни на то, ни на то не посмотрела, потому что наш следующий мост, просто улица та же самая, мост тоже у нас. Ты просто едешь, такая, этот мост будет наш, мы его возьмем. Хорошо, что ты показала, что ты поворачиваешь. Приехали мы на ночной рынок с Дашей в туалет, хотели вам показать кое-что. Здесь автомат такой, это презервативы продаются здесь, салфетки и одновременно все, что нужно, можно прикупить. Боюсь, знаешь, ненароком снять каких-нибудь голых мужиков, потому что обычно на Тайване писсуары расположены так, что дверь открыта. Ну, ты с ними писсати. Да, слава богу. Ну, нам сегодня довелось такое увидеть. А нам не показалось. Я говорю, смотри, смотри. Смотри, смотри, я и посмотрела. Японский. Музыка Заходим мы на ночной рынок. Ой блин, это вот эти вот из икры мои любимые штучки, дико дорогие. Но очень-все вкусные. Мэри продуктики. Я не помню, с какой стороны эти блинчики, которые мы хотим и есть ли они сегодня. Есть какой-то чай холодный. Дико картошка сладкая. Слушай, нам нужно, наверное, по другой части улицы идти, что логичнее. Я бы что-нибудь попила еще. Я бы отдала, но... А почему у меня не в скутере? Блин, а девочки что, близняшки? Поддержи, пожалуйста, всю мою жизнь. Котик? А. Давай мы с тобой тоже будем парную одежду носить. Доживем. Я не знаю, в каких магазинах я порно одежду даже. Поли Лулу. А, ну Поли Лулу все. Можно, кстати, потом найти там, может, какие-то платья просто в разных цветах. Да, там есть прикольные. Они, кстати, у них перца парные, а они с вами. Они с непарной. Пока еще не сильно стемнело. Даша снимает сторис на мой телефон и сохраняет. Села батарейка. Кстати, вот это вот яичные пирожные. В Китае я такие ела. Вкусные. Разные фруктики продают. Что там кричал? Жарко, капец, как. Так, нам нужны блинчики. Блинчики где-то были в конце. Если они не здесь, значит, они на другом конце. Просто нам нужно дойти все равно. Посмотрим. Самое главное, что я взяла этот рюкзак большой. Почему-то у меня еще маленькая сумка есть, но я взяла все вещи. Пустую огромную бутылку внутри. Зачем спрашиваться? Люблю тяжелые вещи потащить в жару. О, Господи, Матерь Божья, я возьму, я сгнула. А, ты еще фильтры у меня смотришь. Смотрите, какая красота. Красота. Паровые булочки. А здесь каштаны. А нет, а что это такое? Похоже на каштаны. Что-то очень интересное такое. Мохнатое. Это все снимает. Мы пришли заказать банановые блинчики. Я очень люблю здесь покупать. Безумно вкусно. Я всегда беру с шоколадом и с миндалем. Я уже сказала. А Даша взяла с карамелью и мионхватан. Да, и этот... Как они называются? Не помню. По-русски кто знает? Маршмеллоу. Они, наверное, офигели, что мы им назвали все по-китайски и сказали. Но они нам сказали на английском, а мы им ответили на китайском. Только я это не снимала. Не, мне на китайском чуть-чуть. Но они когда меня видели, они сказали на английском, и я им заказала на китайском. И пока я доставала кошелек, мне кажется, у меня отвалится ноготь. Очень сильно стукнуло палец. Переноски для собак. Лапша. Кстати, напротив блинчиков там готовили лапшу, про которую я тебе говорила. Они в маленьких чашечках подают лапша с мясом. Она дешевая, как закуска-то. Когда приходишь, много всего хочешь покушать. Но очень вкусно. Как люди сидят, кушают. Сегодня, кстати, еще немного людей. О, это роза. Чай из розы. А это что? Байхуа. Ты же знаешь название всех цветов. Они какие-то, не знаю, красители. Они все, да, засушены. Это масло, наверное. Это масло. Я думала, это чай, это масло. Это просто для красоты напекали. Аромамасло. Я думала, крашеный это мед. Блин, а что нет сейчас этой лавочки знаменитой? Интересно. О, это игра в бутылочку. Вот так нужно бутылку поднять и выиграть игрушки. Вот. Вот этот магазин. У них очень вкусное молоко с папайей. И также с травой вот такой есть. С листиками. Манго тоже есть. Смотри, сельдерей. Хочешь сельдерея и молоко? Спасибо. Спасибо, откажусь. Ну что, ты с чем будешь? Возьми мне с папайей с одним сахаром. Если такие магазинчики написаны, что они специализируются на папайя милк, лучше всего брать папайя милк. Я как-то здесь взяла, короче, с авокадо молоко. Оно было просто ужасно. Ты любишь с авокадо? Я вообще авокадо не очень люблю. Но это был очень ядреный такой вкус. Очень странно. Я его выбросила. Невозможно пить. А с папайей, если у них написано, значит будет просто офигенно. И эта лавочка очень знаменитая. Сколько стоит? 60. Сейчас я достану камеру, беру. И разные такие магазинчики. Вот, кстати, с японскими товарами магазинчик. Фруктики продают. Дыня, помидор, манго. И тут везде можно покушать за такими столиками. На Паншане у нас вот такая лавка с острой лапшой. Я часто беру и часто показываю в сторис, кстати. Ты видела? Нет? Не знаю. Да, да, да. Да. Так как люди кушают. Вообще очень атмосферно так прийти, поесть какие-нибудь пешки, да. Люди едят непонятно что. Ну, с собаками приезжай. Боже, это две собаки, две собаки. Одна на другой просто. Я надеюсь, что они одного пола. Я тоже. Там ничего не случится, без этого. Гениально. Смотри, опять девочки в парной одежде. Что-то, видимо, надо покупать. И даже шорты. Парные. Шорты я такие не надену. Не пихает. Нам тоже встретят. Смотрите, это какой-то бекончик с начинкой. Вот, я там, как. Вкусно там. Да пойдем туда сядем, где мы блинчики купили. Оказалось, короче, история с блинчиками, что они кладут яйцо внутрь. А мы всегда ходили с мужем, и у меня не было в блине яйца, оказывается. Давай завернем. Туда, заходи. Оказывается, что... Сюда! Ты куда идешь? И пошла, и пошла. Оказывается, что... Садись. Садись. Оказывается, что мой муж изначально говорил, чтобы они не клали яйцо мне в блины. Я думала, что они и готовят без яйца, но я не ожидала, что сейчас они мне готовили. И банан положили, начинку, и яйцо. Но мне потом переделали. Даша говорит, не кладите ей яйцо. Я такая стою, такая, боже, почему они банан с яйцом делают? Ну что, понравилось? Да, да, да. Очень хорошо. Я делала похожие оладушки, но тут у тебя все сделали, не надо ничего метить, как-то жарить. И классная у них сковорода такая. И недорого. Да, по чем они? 70. То есть мы обе добавили два топпина, по-моему. Я думаю, у тебя еще яйцо. Ну ей тот бесплатный подоск. А папайя милк тебе как? Папайя, ну, я не могу сказать, что это прям очень необычно, но оно хорошее. Молоко. А, вкусночушка. Ну, хорошо сидим. Ты когда больше работаешь? Так, не надо. Так вот, на другом рынке, на ночном у нас на Тайване, иностранцы прям работают. Ты видела? Да. У меня там знакомых есть, типа, они там продают что-то не то испанского, не то то португальского. А я там покупала, блин, он смотрит на меня, это курка подминивает. Ну, что-то я ему покажу, что-нибудь другое. Он хоть бы не пришел сюда. А ты покупала там такую длинную-длинную картошку фри? Там тоже, по-моему, иностранец ее. Да, покупала. Но ее прям невозможно есть, она такая огромная. Я купила, я думала, сейчас сяду куда-нибудь, там даже нигде не сесть, и нужно идти и есть, или там куда-то встать, на улицу выйти, или если ты приедешь на праздники, то полный абзац, потому что там между рыдами место, наверное, как вот этот... Там не пройти никак, и не сесть, не покушать. Мы были там в этом году на китайский Новый год. Это просто кошмар моей жизни. Ты идешь, как пингвин? Какая социальная изоляция, какая социальная дистанция? Я купила эту картошку, я иду, и картошка в разные стороны, люди смотрят, типа, где-то я купила, а я не могу ее нести, потому что здесь где люди, я еще с камеры шла. Она прям огромная. Ну, пришлось просто выйти от людей и уйти, чтобы просто поесть. Вообще трэш. Мы предусмотрели бы какие-нибудь там столики или что-нибудь. Ну, просто ты купила, и ты должен на ходу это все съесть, как свинья. Да, столики есть, но не везде, потому что все хотят впихнуть свой лоток. Да, ну, здесь на этом рынке хоть и можно лёхло, да, для этого рынка. На нем хотя бы есть столики. Только в Гаосюне, приходите сюда, здесь много всего прикольного. Ну, и этот центр, в общем. Да, у меня есть видео про ночные рынки, я его вставлю в описании. Там два наших личных рынка Гаосюна, там подробно снимала тоже еду. Здесь есть лавочки и на улице, и сама улица шире. Да, да. А, потому что тут одна улица, а там как бы ряды. Да, и там будет так, как в лабиринт ходишь. И тут за стойками тоже можно посидеть. И здесь лучше с парковкой. Но, по крайней мере, на скутере. Потому что около того рынка можно ездить часами, потому что там рядом есть только... Я последний раз парковалась прям в ТЦ Гаосюна-ареновый. Ого, далеко. Ну, минут 10 как нужно. Медаль. Ну, я ем как палочка. Такая, ну, слишком неподобная. Да, я говорю, уйдила. Меня просто накалывала. Это поблизости. Можно на сковородке на обычной сделать? Ну, на блинице лучше. Ну, что-нибудь надо купить, когда будет кухня. Тоже такие делать. Шуковать. Ну, я спрячусь от него за рюкзаком просто. Просто... Просто музыка, знаете, такая, как будто в турецких сериалах и сейчас что-то произойдет. Сейчас кто-то кого-то... Ты моя сестра. О, мой брат. Это, правда, уже индийский сериал, но в турецких тоже бывает. Я пытаюсь закрыть все, что не надо показывать. Хорошо, что дождь сегодня не пришел. Папайя милк свою, ее даже прикроют. А я не видела, да? Очень вкусный, прям такой холодный. Но для тех, кто не любит очень сладко, берите без сахара, потому что даже без него достаточно сладко. А мне один сахар вообще не чувствуется. А мне и так сладко. Просто иногда, когда я вообще без сахара беру, ну, на пробу, иногда вообще не очень вкусно. Смотря еще на сколько зрелый круг. Я просто все пью без сахара, поэтому мне, наверное, очень вкусно. Я, наоборот, не привычно, когда что-то сладкое. Я не беру с бананом никогда, потому что они переспелые бананы часто используют. Я такие не переношу. Я только зеленые бананы ем. Да, я тоже. И потом я говорю один сахар, они это еще с сахаром, я вообще не просто выбрасываю. Поэтому я не рискую с бананом брать. А остальные все пью. Я еще вспомнила, что мне в прачечную ехать вечером. Сейчас сколько времени вообще? Сейчас, наверное, семь с чем? Семь с половиной. Вот так по полу клубетку. Он сказал, что я не вспомнила. Мне вспомнила, что мне еще после этого ехать стирать вещи, потому что уже заканчиваются вещи. У нас все грязные. В прачечную возле дома и полчаса там пуповать, ждать, пока оно все постирается. Что у нас дома сейчас нет стиральной машинки. Ну вот я приеду домой часов 9. Веселая, потная, грязная. И поеду стирать вещи. Что, в 9? Я думала, мы еще затусим с тобой. Не, ну можем затусить, да. Посидим. Хорошо, сидим. Ну, прям правда, посмотрите, Алинина, два предыдущих блога. Может, там еще что-нибудь интересное найдете. И этот блинчик очень вкусный. Молоко я бы не сказала, что самое вкусное в моей жизни, но он тоже хороший очень. Обалденный. Я буду заканчивать этот блог, наслаждаться блинчиком. Кучу. Смущаю, смущаю людей. Неза вся просто промокла насквозь. Ты еще в этой кофте, тебе не жарко. Ну, без нее будет видно все, что я не хочу показывать людям. До скорых встреч. С вами была Алина Лайден. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в описании. Я вас всех люблю. До скорых встреч. Пумышек. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok